приветствую вас друзья с вами вновь виталий несколько слов хотелось сказать о том почему нам не помогают тренинги такая популярная сейчас тема волна тренингов люди ходят на тренинги онлайн оффлайн и так далее и тренинги бывают не заходят или они становятся неэффективными и во многих там пабликах там в инстаграме пишут что вот тренинги одни и те же люди читают одни и те же книжки разными словами рассказывает одно и то же и соответственно говорят что это не дает результата и мне хотелось по этому поводу свои пять копеек добавить и показать вам в чем здесь проблема небольшая то есть допустим ситуация очень простая девушка приглашает свою подругу сходить вместе на какой-то тренинга как она мотивирована этим тренингом и это интересно и и чтобы было веселей она комфортнее она приглашает свою подругу и в результате этого тренинга почему-то этот тренинг заходит именно подруги той девушка которая проявила инициативу пойти на этот тренинг не зашел да ну как бы она не получила от него того что ожидала и в этом случае есть такая есть такая проблема проблема навыка обучаемости то есть мы все свои мои многие годы учимся то есть учимся в школе там академическое образование высшее образование получаем да все время учимся учимся и у нас как бы должно должно быть вырваться навык обучение да но так как этот навык какой-то насильственный вроде бы такой да получается и мы его отторгаем этот навык обучение хотим как-то проходить самообучение по собственному усмотрению да и мы говорим вот я пойду сейчас на тренинг или я сделал это это и получил какой-то результат и результат бывает как говорится кривой но надо вернуться я предлагаю вам вернуться к свое прошлое посмотреть как вы учились и какой там был алгоритм алгоритм обучения он там существовал и существует этот алгоритм обучения этот алгоритм применить к своему самообразованию его соответственно те навыки которые у вас были выработаны ваши годы образования они к вам вернутся они будут востребованы и вы соответственно повысите свою эффективность самообразования самообучение. А там очень простой алгоритм существует, который вам известен. Вы идете на лекцию, слушаете лекцию и лектор рассказывает такую большую пространную тему. И вы эту лекцию конспектируете, пишете там за лектором, каким-то образом фиксируете ее и уходите. С каким-то багажом, какого-то восприятия, какой-то темы, каких-то понятий. И, соответственно, после того, как вы ушли из лекции, вам какой-то там такой ответ получается, внутренний запрос. Эту тему, тему этой лекции нам хочется расширить, чтобы узнать побольше. И вы начинаете в этой теме копаться, как говорим, благодаря тем основам, которые вам дал лектор. Тем конспектам. Вы какие-то вопросы все поставили и вы начинаете в этой теме копаться, искать другую информацию дополнительную. И этот очень важный этап, именно этап какой-то лекции, внешнего какого-то большого воздействия у вас, такого интеллектуального, во время которого вы записываете какие-то тезисы. Дальше у вас какой происходит этап после этого, после лекции, после того, как вы пошли и вот этим покопались самостоятельно, поискали материалы или было какие-то задания у вас есть, теперь подготовиться к семинару. Следующий этап, вы идете уже на семинар, где вы имеете возможность задавать вопросы, получать обратную связь с выступающим, со специалистом какой-то области, с экспертом. И вы уже более узкие вопросы разбираете, потому что у вас, соответственно, вы провели какую-то работу, работу в этой теме поинтересовались и нашли какие-то свои такие слепые зоны, свои вопросы там узнали и выйдете на семинар, готовый уже к общению, диалогу, да, с экспертом, со специалистом в этой области, какой-то более узкой, да, то есть лектор на лекции вам дал такое широкое понятие, широкую сферу, вы нашли в ней свой сектор какой-то интерес свой и пошли теперь на семинар с более узким специалистом в этом направлении, да, и, соответственно, получили там какую-то обратную связь, ответ получили, диалог у вас какой-то начался, да, и вы видите, что эти вопросы на самом деле вас интересуют, либо не интересуют, когда вы получили обратную связь с более узким специалистом, с экспертом на семинаре. После этого, когда закончил семинар, и вы выявили свои сильные, слабые стороны, примерно интересы свои выявили, куда вам хотелось бы двигаться, тогда вы идете уже куда идете? На тренинг, да, где более, еще более узкий специалист, более узкий эксперт, который непосредственно показывает вам киевам выработать необходимые навыки для применения, для развития себя в той или иной отрасли, да, в тех или иных отраслях, там, знаний, там, применения их в жизнь, на практике. Соответственно, вы видите, что имеется ступенчатое некоторое движение к тому, чтобы ваше самообразование было более эффективным, то есть лекция, семинар, тренинг, да, после тренинга у вас что происходит? Когда вы получили уже такой алгоритм, какой-то внутренний алгоритм, как какого-то создания навыка, то выйдете уже на практику, этот навык, пытаетесь самостоятельно его как-то по этому алгоритму пройти и получить какой-то навык, да, какой-то навык начать вырабатывать, учиться на велике кататься, да, и, соответственно, после этой практики у вас образуется что? Какой-то опыт, да, такой приблизительный опыт, такой достаточно, ну, он приближен уже к вам лично, к вашему состоянию, к вашей ситуации, к вашему плану каким-то, соответственно, эта практика дает вам опыт, и вот уже из этого опыта, из этого опыта у вас образуется некий багаж знаний, вот здесь называется первое слово знания, то есть, когда вы идете на тренинг какой-то, или идете на лекцию, или на какой-то семинар, и вы говорите, я иду за знаниями, нет, вы за знаниями не идете, вы знания там не получаете, никаких абсолютно, знания вы получаете только после того, как вы совершили какую-то практику, получили из этой практики опыт, и из этого опыта вы его анализируете, потом анализируете, вы оттуда вычерпываете знания, знания, которые вы теперь уже можете применять в жизни, как уже лично ваши знания, имеющие к вам личное отношение, и вы их как персональное отношение имеете к вам, это ваши личные знания, ваш личный опыт, который вы будете применять, соответственно, с вашими способностями, с вашими там, каким-то там характером, с вашим там, каким-то уровнем вашего восприятия, там, потребностей каких-то ваших личных, то есть это знания, они в самом конце выходят, когда никого нет рядом, нет уже ни лектора, ни семинариста, нет ни тренера, никого нет, нет никакого там помощника, там, давит, который на педали тормозит, когда едет учитель, 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 учитель за рулем машин, да, никого нет, и тут вы применяете уже знания, эти знания, именно вот этот багаж имеется, знания, до этого никаких знаний вы не получаете, вы не идете, когда на тренинг, Вы не говорите, я получу знания. Нет, знания вы тут не получите. Вы получаете информацию. Вы должны понимать, что вы ходите за информацией. Вы ходите за информацией, и эту информацию вам надо что делать? Воспринять. Поэтому очень важно именно готовиться к таким мероприятию, готовиться к мероприятию самообразования. Это мероприятие, это некий процесс, в который вы ходите, и вы должны понимать, что ваше восприятие должно быть готово именно к процессу восприятия информации. А зачастую у нас эти процессы превращаются в эмоциональные состояния. То есть вы воспринимаете информацию, как волнующую ваше эмоциональное состояние. И такие тренинги, да, они интересны вам. Эмоциональное состояние изменяется, вам это интересно. Безусловно, вас эмоционально поднимает, вдохновляет, мотивирует, это называется, да, эмоционально. И во время эмоционального подъема вы не воспринимаете информацию. Информация до вас не доходит в том виде, в котором должна была дойти именно как информация. То есть ваш барьер, этот ваш порог эмоциональный, очень сильно, как бы сказать, трансформирует, изменяет или завуалирует, наоборот, информационное состояние, составляющие этого тренинга, лекции, семинара, вашего практического опыта в конечном итоге. То есть когда везде у вас присутствует эмоциональная составляющая, она немножко дает такой перекос, перекос ваших конечных знаний, которые вы потом говорите, что я применяю их на практике, потом жизни, и все получается криво-косо. И мне говорят, вот тебя сейчас будет учить жизнь. Жизнь будет вас учить именно восприятию, изменя ваше восприятие. Поэтому, друзья, сегодня я хотел остановиться и поставить такую небольшую свою запятую или много точек на теме самообучения, самообразования. И тема тренингов, конечно, интересная, но мы идем к тренингу через лекцию. Лекцию вы можете себе организовать сами, лекцию вы можете послушать много информационных роликов или почитать книжки, почитать. Из этих книжек у вас такая будет односторонняя, монолог автора с вами, автор с вами книги будет. Вы читать будете, вы не можете с ним поговорить, да, это будет лекция. Вы смотрите какое-то видео, выступление, вы опять тоже самое, лекция, вы не можете вступить в обратную связь с автором видеоролика. То есть это тоже лекция, то есть совокупные эти выступления, книги и так далее, которые вы конспектируете, излагаете там как-то у себя на блокнотике, да, или где-то еще мысли какие-то вы конспектируете, излагаете там, и это у вас вот эта внутренняя мысль появляется, но это другая тема, да. Поэтому, друзья, вы можете сами себе организовать лекцию, можете, вы можете организовать себе семинар, можете, вы можете найти такие там вебинары или какие-то выступления, где имеется обратная связь с экспертом. Вы можете написать, получить обратный ответ И какой-то семинар организовать себе самостоятельно Вы можете также организовать себе тренинг Тоже найти такую форму диалога с экспертом И попытаться пройти ступени самообразования, самообучения И понять, что они действительно работают То есть лекции, семинар, тренинг, практика, опыт, знания С вами был я, Виталий Спасибо вам за ваше внимание Было интересно Задавайте вопросы